Дроны атакуют российские города. Евгений Пригожин погиб, подтвердил Следственный комитет. Такие люди остаются в истории, как пример. Мемориалы и митинги памяти по всей России. Взбили, бабахнуло. Версии крушения самолета. Путин вообще любит такого рода жесты. И судьба ЧВК. Вагнер жив, Вагнер жил, и Вагнер будет жить. На фронте ВСУ продвигаются в Донецкой и Запорожской областях. Россияне на Купинском направлении. Как-то так. А Кремль определился с кандидатами на выборы президента России. У нас главарь Путин есть. Об этих и других событиях дня сегодня понедельник, 28 августа. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Новая атака дронов по регионам России. Одной из целей, по данным СМИ, был военный аэродром в Брянской области. Сегодня ночью беспилотник был сбит силами ПВО и в подмосковных Люберцах. Местные жители писали в чатах про грохот, вспышку и трясущиеся дома. Дрон летел по направлению к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Пострадавших и серьезных разрушений нет, заявили местные власти. Судя по видео, с места падения дрона в одном из домов выбило стекла и повредило забор. На время работу вновь прекращали аэропорты столицы – Внуково и Домодедово. Более 20 рейсов задержали или отменили. Еще два беспилотника сбили в Брянской области, говорится в заявлении Минобороны. Обломки дрона упали на территории военного аэродрома. Загорелась трава, но техника не пострадала. В Курске в ночь на воскресенье дрон врезался в многоквартирный дом. В результате выбило стекла на нескольких этажах, а также в соседнем корпусе аграрного университета. Пострадавших, по заявлению местных властей, нет. Днем ранее источник СБУ сообщил Би-Би-Си об атаке беспилотниками аэродрома Курска. По его информации, удар был нанесен по четырем самолетам Су-30 и самолету МиГ-29. Российские власти о такой атаке не сообщали, но со своей стороны заявили об ударе по складу авиационного вооружения боеприпасов ВСУ в Полтавской области. Украинские власти утверждают, что это была маслобойня, а не склад. В результате атаки погибли три человека. Экспертиза подтвердила гибель в авиакатастрофе в Тверской области основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и его соратника Дмитрия Уткина. В Следственном комитете заявили, что личности всех жертв крушения установлены, хотя имен и не назвали. В рамках уголовного дела о крушении самолетов Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Такие люди остаются в истории как пример. И он, и Дмитрий Уткин – это настоящий герой. В Москве накануне десятки людей собрались на улице Варварка у стихийного мемориала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и ее командиру Дмитрию Уткину. Один из первых таких мемориалов появился у «Вагнер-центра» в Санкт-Петербурге, родном городе главы наемников. Накануне вечером, как сообщили местные СМИ, там задержали бывшего вагнеровца, который стрелял в воздух в знак уважения к погибшему Пригожину. Выяснилось, что это завербованный заключенный, ранее отбывавший срок за убийство, но помилованный после участия в войне в Украине. Стихийные мемориалы сейчас появляются по всей России, а в Иркутске накануне даже провели митинг памяти. Мы гордимся тем, что мы живем с вами на одной земле, дышим с вами одним воздухом и верим в то, что наш мир защищен такими, как вы. Низкий вам поклон. Я напомню, самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа в Тверской области. Причины крушения официально пока не названы. Власти России категорически отрицают причастность к случившемуся. Среди неофициальных версий, бизнес-джет был сбит ракетой или на его борту произошел взрыв. Западные СМИ со ссылкой на высокопоставленные источники во власти пишут, что приказ отдал президент России Владимир Путин, и это была показательная месть за устроенный Пригожиным мятеж. К такому же мнению склоняются и многие российские политологи и независимые журналисты. Путину нужно было показать, что сделанное Пригожиным совершенно недопустимо, что за это будут последствия, сказал в эфире программы «Лицом к событию» журналист-расследователь Роман Доброхотов. И по его мнению, то, что после мятежа Путин встречался с Пригожиным, было для отвода глаз, а не потому, что главе ЧВК Вагнер простили поход на Москву. Как часто бывает в таких ситуациях, все они воспитаны на старых фильмах про мафию. Конечно, сначала главное усыпить внимание противника, поверить, что он уже прощен, что отношения уже налажены. И вот в этот самый момент надо провести вот эту показательную акцию. Путин вообще любит такого рода жесты. Я думаю, как и многие психопаты, он наслаждается процессом, а не просто фактом убийства своих врагов. Но на самом деле прагматичность здесь тоже есть, потому что вообще не так-то просто к Пригожиным было подобраться. Если бы меня спросили, каким образом Путин может Пригожиным убить, первое, что мне пришло бы в голову, это сбить его самолет или вертолет, которым он пользуется. Возможно, это было на самом деле и чисто прагматическим решением, тем более, что было понятно, что Пригожин летает вместе со своим ключевым окружением. То есть, если сбить самолет, то там гарантированно будет и Уткин, и Пекалов, и еще ряд других людей, которые являются его как бы штабом. Они лишили просто мозга всю эту группу. Ну и напомню, ровно за два месяца до крушения самолета Пригожин предпринял попытку вооруженного мятежа. Президент России назвал действия ЧВК «Вагнер» тогда госизменой. Но после переговоров с участием Александра Лукашенко стороны договорились, что Пригожин с наемниками отойдут на территорию Белоруссии. Уголовное дело в России будет закрыто. Александр Лукашенко, который давал Евгению Пригожину гарантии безопасности, накануне, правда, отказался от своих слов, заявив, что никаких гарантий он никому не давал. Отверг он и версию того, что за убийством главы ЧВК стоит Владимир Путин. Я не могу представить, что это сделал Путин. Что вот это виноват Путин. Слушайте, слишком грубая, непрофессиональная работа, если уж на то пошло. Это не похоже на Путина. Но что бы там ни случилось, как бы ни случилось, все равно это свалят на Путина. Ну у нас система власти, что в Беларуси, что в России такая. Случилось какая-то пак, и кто виноват? Лукашенко виноват, зачем долго искать? Тот же так и на него. Но я говорю, это грубая, такая мерзкая, ненормальная работа. И я далек от того, чтобы думать, что это сделал Путин. Сам Владимир Путин после крушения самолета в Тверской области назвал Евгения Пригожиной, я цитирую, талантливым человеком и выразил соболезнования его близким. Что касается ЧВК «Вагнер», то сейчас один из главных вопросов, что будет с ней дальше. Лукашенко уверяет, лагеря вагнеровцев остаются в Беларуси. Вагнер жив, Вагнер жил и Вагнер будет жить в Беларуси, как бы кому-то это не хотелось. Но вряд ли в ближайшей перспективе ЧВК «Вагнер» сохранится хоть в каком-то виде, считает журналист-расследователь Андрей Захаров. В телеграм-канале со ссылкой на свои источники он пишет, что несмотря на то, что Путин якобы при встрече поставил перед главой ЧВК условия не вмешиваться в Украину и заниматься Африкой и Сирией, Минобороны России препятствовало деятельности вагнеровцев там. Были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся. В частности, структурам Пригожина запретили использовать военную авиацию России для ротации и доставки грузов в Африку, пишет Захаров. А российский МИД попросил правительство Сирии не принимать самолеты других стран, которые используют вагнеровцы. Например, самолеты Министерства обороны ЦАР. Ну а кроме того, по данным журналиста, властям Ливии и Сирии российское военное руководство предложило заменить формирование ЧВК «Вагнер» в этих странах формированиями российского Минобороны. Собственно, чтобы понять, что происходит, Евгений Пригожин вместе с руководством ЧВК «Вагнер» и вылетел из Мали в Москву, где провел как минимум одну встречу с членом Совета безопасности, а потом полетел в Петербург, после чего погиб. Теперь лишь вопрос, что делать Минобороны с «Вагнерами». Ненавистный карфаген должен быть разрушен и засыпан солью. То есть переходите в другие ЧВК, переходите в Минобороны, название «Вагнер» забудьте. Но пока какой-то четкой концепции, что делать с империей Пригожина, как мне говорят, не прослеживается. Ведь в Африке и Сирии эта империя не просто военная структура, это еще и контракты, связанные с добычей нефти, газа и золота. То есть нужно и карфаген уничтожить, но и все ценное забрать себе. Теперь к ситуации на линии фронта. Украинские войска продвинулись вперед в Донецкой и Запорожской областях, говорится в сводке Американского института изучения войны. Минобороны Украины официально объявила об освобождении села Работино. У нас 300, у нас 300! Парароссийские военные блогеры пишут, что у Работино, Запорожской области продолжаются интенсивные бои. В СУ, по их словам, бросили на это направление большие резервы, но атаки удается отбить. Украинские военные сейчас продвигаются юго-восточнее Работино, заявляют в Минобороны, и южнее Малой Токмачки. В СУ говорят, что смогли преодолеть самую укрепленную линию российской обороны на юге и продолжают наступление, двигаясь к Азовскому морю. Мы прошли основные дороги, которые были заминированы. Дальше остались только пути российской логистики. Они пользуются этими дорогами сами, для снабжения войск. Тут мы уже можем не бояться, что подорвемся. То есть они могут что-нибудь выкинуть, на дорогу положить. Но это не минирование, это так. Теперь я уверен, что мы будем продвигаться быстрее. Примерно в 100 километрах от Работино, Бердянск, в 80-ти, Мелитополь. Оба эти города являются важными стратегическими пунктами. Но оборонительные позиции россиян на подступах к ним могут быть менее укреплены, чем те участки, которые украинские силы уже прошли на севере, пишут аналитики Американского института изучения войны. Однако на Купинском направлении ситуация обратная. На этом участке фронта Россия скопила значительные резервы и сумела продвинуться в этом районе. На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск Запад в ходе наступательных действий овладели двумя опорными пунктами, уничтожив около 30 военнослужащих противника. Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости усилить оборону Купинска из-за атак российских войск, в которых задействованы артиллерия и авиация. Однако в Пентагоне, как пишет New York Times, считают, что украинскому командованию не следует отвлекать войска, а сосредоточить их на одном участке фронта для прорыва российской обороны. Украинское командование Советом союзников не последовало, распределив войска между Востоком и Югом. Президент Украины Владимир Зеленский прямо ответил на американскую критику, заявив, что отвод украинских сил из таких городов, как Купинск в Харьковской области, это как раз то, чего пытается добиться Россия. Итак, на фоне интенсивных боев на Купинском направлении и местные власти призывают жителей эвакуироваться, но далеко не все согласны оставить свой дом без присмотра, даже несмотря на опасность. Это, например, Купинск-Узловой, поселок городского типа, всего в 10 километрах от линии фронта. Дети здесь играют на площадках, даже не вздрагивая, когда вдалеке раздаются взрывы. Наталья Расолова тоже продолжает заниматься домашними делами под звуки воздушной тревоги. Она медик, мать двоих детей. Говорит, что с мужем обсудили эвакуацию, но решили никуда не уезжать. Ну, я думаю, не переживает, только бесстрашно. Конечно, переживает. Но сказать, что тут прям какие-то серьезные прилеты, ну, где-то дальше, да, мы их слышим. Да, слышим сирену, но, наверное, за все это время немного привыкли. Я медработник, нас осталось здесь очень мало. Пока что решили остаться тут. Из примерно 12 тысяч человек, проживающих в 37 населенных пунктах, которые украинские власти считают опасной зоной, в Купинском районе эвакуироваться согласились лишь несколько сотен. В самом Купинске по-прежнему остается больше 400 детей, родители которых также отказались выезжать. По словам местных властей, в результате почти постоянных обстрелов каждую неделю здесь погибают несколько местных жителей. Людмила Ермичук решила выехать из поселка Ковшаровка вместе со своей 84-летней матерью. А вот ее сестра с мужем еще остались. Раньше более спокойно им было. Вот мы сейчас уезжаем, сестра с мужем еще остались. Они еще решают, что им делать. Огород хотят еще убрать. Потом тоже, может быть, Харьков выезжает. По данным Международной организации по миграции, больше 5 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома и переехали в другие районы Украины. Еще более 8 миллионов граждан бежали в европейские страны. При этом наибольшее количество беженцев, 2 миллиона 800 тысяч украинцев, по данным ООН, приняла Россия, которая и начала эту войну. Переносить боевые действия на территорию России и Киев не намерен, потому что в таком случае Украина может лишиться поддержки союзников, сказал президент Владимир Зеленский в эфире украинского телемарафона. Есть большой риск, что в таком случае мы точно останемся одни, сказал украинский лидер. При этом, по мнению президента, если украинская армия выйдет на административную границу с Крымом, то, возможно, получится, как выразился Зеленский, политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова. Зеленский подчеркнул, что его страна готова воевать долго, если это будет необходимо для того, чтобы минимизировать потери. Отвечая на вопрос, какой он представляет себе победу, президент сказал, что она должна исключить возможность повторения войны, вновь настояв на восстановлении территориальной целостности Украины в ее границах 1991 года. Помимо этого, Зеленский отметил, что готов провести выборы в стране до окончания боевых действий, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство. Запад окажет финансовую поддержку, а наблюдатели будут следить за голосованием даже в окопах. Если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку, извините, я ничего не прошу. Проводить выборы в кредит я не буду. Забирать деньги у оружия и давать их на выборы, тоже не буду. И самое главное, ну давайте рисковать тогда вместе, а как? Наблюдатели должны быть в окопах. Нам нужен легитимный выбор, чтобы этот выбор был сделан обществом, чтобы это не разделило наших людей, чтобы военные могли проголосовать. Они защищают сегодня эту демократию. Они защищают сегодня эту демократию. Напомню, президентские выборы в Украине были запланированы на 31 марта 2024 года. Состоятся они или нет? Пока вопрос. Ранее американский сенатор, республиканец Линси Грэм, заявлял, что провести выборы в Украине необходимо, несмотря на войну. Ну а России в марте следующего года предстоят президентские выборы. В Кремле уже определились с конкурентами Владимира Путина. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на близкие к администрации президента источники. Одним из главных критериев отбора соперников стал возраст. Наличие среди зарегистрированных кандидатов политиков моложе 50 лет может заставить россиян задуматься о том, что 70-летний Путин уже не тот человек, который приходил к власти с твердой рукой, пишет «Медуза». Поэтому в Кремле рассчитывают, что на выборы пойдут представители трех парламентских партий КПРФ, ЛДПР и новых людей. От КПРФ Геннадий Зюганов. У него есть потолок 3%, и новых избирателей он привлекать не будет, считают в Кремле. Кандидатом от ЛДПР должен стать лидер партии Леонид Слуцкий. Собеседник издания в руководстве ЛДПР подтвердил эту информацию. Кандидатом от партии «Новые люди» в Кремле хотели бы видеть ее лидера, бизнесмена Алексея Нечаева, но он сам не готов участвовать в выборах. Источники утверждают, потому что много процентов ему набрать не дадут, а получать крохи и быть Лешей 2% Нечаев не хочет. Вместо себя он предлагает зампреда Госдумы Дованкова, но тому 39 лет, и он может хорошо выступать публично, говорят источники «Медузы». Поэтому Кремль эта кандидатура не устраивает. Добавлю, что согласно опросу компании Russian Field, его проводили в мае этого года, возраст является третьим по популярности ответом на вопрос о том, что россиянам не нравится в действующем президенте. А опрошенные «Медузы» чиновники рассказали, что Владимира Путина между собой все чаще называют дедом. Сам Путин пока официально не объявлял о намерении баллотироваться на пятый срок. Кого вы и видите президентом России? Не смущает ли вас, что Владимир Путин у власти больше 20 лет? С таким вопросом наши коллеги из проекта «Говорит не Москва» обратились к прохожим на улицах городов. И вот какие ответы они получили. Мужик с такой силой воли поднял нашу Россию из всего. У нас главарь Путин есть. Меня все устраивает в данный момент. То есть голосовать, конечно, буду за Путина, если пойду голосовать вообще. Я с 2008 года не поддерживаю политику действующего президента. А в текущей политической ситуации, я думаю, мало у кого возникают какие-то сомнения. В том, кто будет, в очередной раз займет просто президент. Ну, конечно же, нашего Владимира Владимировича. Пугают перемены. Вот был раньше, допустим, царь, да, типа, и вот у него был род, вот у него сын, и вот он всю жизнь сына учит, да, ну, чтобы сменить кресло. И вот так вот, чтобы вот не было лишних вот этих каких-то плаваний. Пускай Путин будет. Мы уже привыкли к нему. А непонятно, кто придет еще. Из двух зол надо выбирать меньше. Был бы живой Жириновский, Жириновского бы я поставил. Чтобы особо ничего не менять, на всякий случай, просто проголосуй за того же самого человека, и все. Если бы он был в этом возрасте нездоров, его бы уже не было на посту, я так считаю. Так думаю, что Владимир Владимирович пока достойной замены ему нет. Он вывел нашу страну из такого хаоса, из небытия. И мы продолжаем, я так думаю, что утверждаться. Возраст не говорит ни о чем. Если человек в твердой и трезвой памяти, и в 70 лет, а почему вы считаете, что он отстает от молодежи? Мы же знаем много примеров, когда люди и в 90, и в 100 начинали что-то делать, и продолжали успешно это делать. А кого предлагаете? Вот когда они выдвинутся, я тогда могу, наверное, сказать, из них. Вот такие настроения на улицах российских городов. Что ж, на этом у меня сегодня все. Но мы продолжаем следить за развитием событий. А вы не забывайте подписываться, оставляйте комментарии под этим видео, и, конечно, берегите себя. Я Мелани Бачина. До встречи.